Что вы знаете качественно из Швейцарии? Шоколад. Сыр. Просто супер. Братья там качественные. Часы, согласны. Обратили внимание, что со Швейцарии много чего качественного. И я очень рад, что у нас гости, служитель и пасты Катарина приехала из Швейцарии. И вы знаете, особенно приятно, потому что много общего. Вы знаете, разговаривая с ней, я понял, что у нас один вектор жизни, один вектор служения. Самое главное, это плод жизни человека. Аминь. Вы знаете, мы нашли общий именно в этом. На плод. Жизнь на плод. Слава Богу. И вы знаете, я вот не знаю, наверное, не о качестве веры, швейцарцы тоже много чего знают. Я хочу представить эту замечательную женщину, маму твоих замечательных сыновей, помощницу, пастыря. Ее муж, священник, служитель. Катарина, я благодарен вам, что вы приехали. Вы знаете, у меня есть небольшой опыт людей, которые приезжают к нам в гости. Вы знаете, вот спикеров разные вещи интересуют. Кого-то интересует сколько людей, кого-то интересует гонорар, кого-то интересует условия жизни. А какие у меня будут условия жизни. Вот вы знаете, Катарину ни один из этих вопросов не волновал вообще. Она вообще мне его за это время не задала, ни один из этих вопросов. Боже, благослови ее, мы как-то вот одного духа. И спасибо вам большое, Катарина, передаю вам. Да, извините, что с проводами, без проводов не будет. Ничего страшного? Все нормально. Она еще какой-то плюс, она очень проста. Да, с ней очень просто. Все нормально. Глеб. И Глеб. Дорогие, давайте Глебу поприветствуем. Глеб это замечательный молодой парень из «Мой земля», когда-то он луганчанин, а я дончанин. Да, он вообще и харьковчанин здесь и ночится, и сегодня он будет нам служить, и он будет делать перевод. Глеб, спасибо, дорогой. Большому уважению. Спасибо большое за теплый прием. Для меня это огромное, огромное привилегие быть с вами здесь. И я хочу поблагодарить пастора Диму и его жену за то, что они пригласили меня. Я не знаю, если вы знаете ли вы, как мы встретились с Димой. На самом деле, первый раз мы с ним встретились в прошлую пятницу. Это не в прошлую пятницу, а вот вчера буквально. Много летние люди говорят, что ты должен заходить на Facebook и там готовиться с ним. Но я всегда отвечаю, что мне нет на это времени. И в прошлом году в октябре пастора в Украине мне задали вопрос, ты есть на Facebook? И тогда Бог мне открыл на сердце, он сказал мне, чтобы я зарегистрировалась на Facebook, и через это открылись двери в сердцах людей. И я уже была зарегистрирована на Facebook месяц, как пастор Дима мне написал. И он хотел пригласить меня в свою церковь. Я не знал, кто он был. Я никогда не был в Португале. Я даже не знал, кто. Я была с ним не знакома на тот момент, и в Португале я до этого тоже не была. Поэтому я начала молиться. И поэтому я начал молиться. И когда я чувствовал в моем сердце, что это было бы хорошо, если Бог хочет, чтобы я уйти, то мы сделали все другие организации. И тогда я положил мне на сердце, что было бы хорошо встретиться здесь в Португале с церковью Димы, пастора Димы. И после этого мы уже начали приготовление. Вы знаете, Бог может использовать все, чем вы занимаетесь. Но с другой стороны, вы можете делать много, но это будет не работать. Это зависит от того, если в этом есть Бог, когда это будет работать. Так как я пришла сюда. И я начну с некоторыми словами в Библе, и потом я расскажу вам немного о моем личном тестировании. И вот так я оказалась здесь. И мы начнем с стихов из Библии, мы прочитаем места из Библии, а потом я вам расскажу свидетельства о своей жизни. Наверное, завтра я вам дам больше информации, расскажу больше о нашей церкви. Так, чтобы у вас была возможность зайти к нам на веб-сайт нашей церкви и узнать поподробнее. Но сейчас я хочу больше сконцентрироваться на Слове Божьем. Я дам вам четыре скидки, и все четыре говорят на самом деле. Сейчас я сосредоточусь на четырех местах из Писания, которые говорят об одном и том же. Если у вас есть Библия, я надеюсь, что вы должны привозить Библию на собрание. Давайте откроем Абакум, вторая глава, четвертый стих. Здесь написано, вот, душа надменная не успокоится, а правильный свою верою жив будет. Правильный своей верою жив будет. Если вы не знаете, где находится Абакум, то давайте сейчас быстро перериснем к Римлянама, потому что там тот же самый стих написан. Римлянам, первая глава, семнадцатый стих. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, правильный верою жив будет. Правильный верою жив будет. Правильный верою жив будет. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что правильный верою жив будет. 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 А если кто поколеплется, не благоволит к нему, к тому душа моя. Праведный верой жив будет. Четыре раза. Четыре раза одна из самых разных фраз. Если бы вы были библейскими студентами колледжа, это был бы библейский колледж, я бы задавал вам, наверное, домашнее задание, дома найти в Писании место, которое повторяется четыре раза и имеет одно и то же значение. Вы найдете много мест, в которых в два раза повторяется. Одно и то же. И есть несколько, где три раза повторяется. Но вы не найдете много, четыре раза точно同じ словом. Но сложно найти места, которые четыре раза повторяют сами себя. Для меня это означает, что это очень важное место. Это очень важное место, потому что Библия упоминается четыре раза. Праведный верой жив будет. Чтобы понять это место, мы должны сначала дать ответ, кто такой праведный. Праведный. Кто есть праведный. Давайте теперь представим, что мы в библейской школе. И вы знаете, что если мы живем со Христом, то мы всегда пребываем в школе. Вы никогда не закончите школу Иисуса. Быть учеником означает учиться, постоянно учиться. Я в служении пребываю уже более 20 лет, и до сих пор я постоянно учусь. И иногда мне кажется, что сейчас я учусь большему, чем я могла бы научиться 25 лет назад. Кто есть праведный? Вы студенты. Кто есть сгущие? Кто есть праведный? Кто есть этот человек, о котором говорит Библия? Кто есть праведный? Кто есть праведный? Какие идеи? Есть мысли? Можно выкликнуть. Все, кто не кричит. Фантастик. Праведный человек – это тот человек, который стал праведником от Бога. Пастор, я могу сказать тебе, что у тебя есть как минимум один человек, который читает здесь Библию. В Библии написано, что мы оправданы. Кровью Иисуса. Кровь Иисуса заплатила за нас. Она очистила нас от греха. Вот, мы пишем на другие слова, в 1у1ой tagged hands 6 и начнём с 1 Corem 6, 1 Corem 6, Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Никто из нас не является праведником сам по себе. Я не знаю, кем вы были до того, как вы отдали жизнь Иисусу. Я была католика. Я родилась в Восточной Германии. Я думаю, что многие из вас родились и были воспитаны в бывшем Советском Союзе. И я росла по-русски, это в ГДРе. И это была немецкоговорящая часть Советского Союза. И наш основной язык в школе был русский. И мы также изучали коммунистические рукописи. Но моя семья, мы были католики, мы были католики. И поэтому мы ходили каждое воскресенье в церковь. И также в течение недели. И раз в неделю я ходила на католические учреждения, католические учреждения. И раз в неделю я ходила на католическую воскресную школу. И в школе я учила, что нет Бога. Потому что коммунистическое мышление – это атеистическое мышление. И я была в проблеме, потому что мы ходили в церковь все время. Мы были в немецком типе КГБ. И мне сложно было это все понять, потому что я ходила в церковь. И при этом у нас в Германии было такое немецкое ПКП. Если вы возьмете русское слово «КГБ» и вы переведете в немецком языке, то это был самим названием, как в немецком языке «Министерийум für Staatssicherheit». «Stazen» – short. Если вы возьмете русское слово «КГБ», то это – short KGB. Если мы аббревиатуру «КГБ» возьмем и переведем ее на немецком языке, то это будет в немецком языке «Министерийум für Staatssicherheit». Другими словами, это означает, что нас за нами следили, как и в Советском Союзе постоянно. И для нас это была сложность, чтобы быть в церковь. И также, иногда я была в сложных отношениях с Богом. Потому что в немецкой школе, в католической церкви, да, меня учили, что есть Бог. Но у меня не было личных отношений. Мне постоянно нужен был пастор или священник, или кто-то еще. И у меня было столько вопросов. И столько нужд. И иногда мне казалось, что в моменты, когда мне Бог нужен был больше всего, небеса были закрыты. И потом, когда я была в институте, у меня был хороший друг. И она всегда говорила мне, что ты должна открыть свое сердце Иисусу. Отдать свою жизнь Иисусу. И я всегда сказала, что я католик, я знаю Иисусу. И я знаю Библию. И она пригласила меня. У нее была библейская группа разбора Библии на дому. И она пригласила меня. И они всегда хотели, чтобы дать мою жизнь к Иисусу. Но я всегда сказала, что я католик. И они всякий раз, когда оплаты, предлагали мне отдать свою жизнь Иисусу. А я отвечала, что я католик, и я католик. И поэтому четыре года я отвергала библию к Богу. И каждое воскресенье я ходила в католическую церковь. И иногда я ходила в библию. Иногда в группы библейского разбора. Но потом наступил момент, когда я сказала, что хорошо, Иисус. И если это истина. Если ты можешь изменить мою жизнь, я отдаю тебе это дело. Это произошло в ноябре 1988. И уже на следующий день. В моем сердце у меня было только одно желание. Уже на следующий день у меня в сердце было только одно желание. Я хочу служить Иисусу. Я хочу проповедовать всем. Я не знаю, что конкретное произошло, когда я молилась этой молитвой, но что-то произошло. Что-то во мне изменилось на 100%. И через три недели после этого кто-то рассказал мне о Святом Духе. И вы должны понимать, что в те времена мы не могли собираться, как вот сейчас, в церкви. Это была какая-то подземная церковь. Мы встретились здесь и там, и каждый день в другом месте. Мы собирались то там, то здесь, и каждое воскресенье в одном месте. Итак, через три недели после моего покаяния мне рассказали о Святом Духе. Ты должна быть наполнена Святым Духом. Я сказал, что это? И он мне объяснил. Я забыл, и я забыл, и я забыл, и я уже не помню, что он конкретно объяснил, но это было из Библии. Но потом он сказал, что ты хочешь, чтобы это было? И я подумала, что если это Бога, я пойму это. Я подумала, что если это Бога, я пойму это. Молись. Молись. И этот парень, он был лидером, он начал молиться за меня. И потом он сказал, что теперь начни молиться на языках. И тогда он сказал мне, что если ты принял Святого Духа, ты теперь можешь молиться на языках. Ты принял Святого Духа, так ли? И я сказал, конечно же, да, я принял Святого Духа. И тогда он сказал, начни молиться. И я чувствовала, что есть что-то во мне, что рвется наружу, но я был слишком скромный и застенчивый. Так что я сказала, слушай, я попробую, когда ты уйдешь, и потом расскажу тебе, получилось или нет. И тогда он уйдет, и в следующий момент я начала молиться на языках. И я хотела засвидетельствовать людям о Иисусе. Я сказала всем о Иисусе. И несколько месяцев после этого кто-то позвонил мне в дверь. И там была женщина, которую я не видела. И она сказала мне, что вы не знаете меня, но католический священник прислал меня к вам. Потому что священник сказал мне этой женщине, что у тебя есть проблемы, с которыми я не знаю как работать, но есть женщина, которую я посылаю тебе, и она прошла через это, и может быть она тебе поможет. И поэтому он послал ее ко мне. И я сказала, что я не знаю, смогу ли я помочь вам, но я пригласила Иисуса в свое сердце. И тогда я пригласила ее чашку чая и предложила ей помолиться, чтобы она пригласила Иисуса в свое сердце. Иногда, когда мы ходим с Иисусом, через несколько лет мы начинаем все усложнять. Или мы думаем, что люди не хотят услышать это. Или люди не хотят... Никто не хочет Иисуса. Или, может быть, здесь люди такие религиозные, такие католические, они не хотят Иисуса. Мы начинаем думать, вот, наверное, людям не нужен Иисус на самом деле, они католики, и оно им надо. Но затем мы останавливаемся и размышляем над тем, что Иисус сделал нашей жизнью. Но это так просто. Праведный верой жить будет. Мы узнали о том, что я, как и вы, мы праведные. Мы все были грешны. Но затем мы встретили Креста. И через кровь Иисуса Христа мы очистились. И теперь мы праведные. Это означает, что мы находимся в правильном положении и предлоге. Вы можете иметь глубокую отношение от вашего сердца до Его сердца с Иисусом. Это означает, что теперь у вас могут быть глубокие отношения, сердечные отношения с Ним, с Богом. Если вы хотите, вы можете очень сильно сблизиться с Ним. И даже если вы иногда согрешаете. Может быть, вы совершили что-то не так или сказали что-то не так. Вы всегда можете вернуться ко Христу. Вы всегда можете принять этот дар покаяния. Но если вы принимаете Креста, Вы становитесь правильным. И нет ничего, что могло бы изменить вашего положения пред Богом. Сейчас мы переходим к второй смысловой части этого ответа. Правильный вера жив будет. И теперь, когда мы узнали, что мы праведны, мы должны узнать, что означает жить по вере. Есть определенный способ жизни, которым Бог хочет, чтобы мы жили. Мы не можем сказать, что это правильно, потому что мы делали для многих семейших в моей семье. Мы русские люди, живем в Португале, мы делаем это русским в Португале. Мы не можем сказать, что предыдущие поколения наших родителей делали так. Поэтому мы будем продолжать делать так. Например, мы вот русские, приехали в Португалию, будем жить теперь как русские, потому что так не получается. Бог хочет, чтобы мы жили определенным образом. И это по вере. А теперь мы должны узнать, что это означает жить по вере. Потому что жить по вере, это не то, что многие христиане зачастую неправильно понимают, что такое вера. А когда я был в школе, мне часто говорили, что все христиане не верят. И тогда они говорили, что верить, это означает не знать. Это означает состояние, когда ты в чем-то не уверен, ты не знаешь наверняка. И если ты не знаешь наверняка, ты глуп. Что означает, если ты веришь, ты глуп. Вот что мне говорили постоянно. И многие люди думают, что верить означает колебаться, говорить, вот я не уверен, я в чем-то не уверен. Я не уверен, может быть, может быть так, может быть по-другому. И вот как многие люди понимают слово верить. Но как вы знаете, Бог по-другому смотрит на вещи. Бог дал нам идеальное определение, что есть вера. Он сказал нам, что есть вера. И это очень просто. Давайте посмотрим в Хиппу 11. И там мы находим definition of вера. Давайте откроем Евреям 11 глава. И здесь Бог дает определение слова вера. Мой папа профессия была астрономом. Он был ученый. И все, что я хотел, он сказал мне, Катарина, дай мне факты. Я хочу факты. Не скажи мне все остальные вещи. Я хочу очевидно. Что это, как это, и как это будет. И вот как вы должны относиться к своей вере в Библию. Находить факты. Узнавайте Божью волю по поводу того, что такое вера. Хиппу 11 говорит. Теперь вера – это средство, которое надеется, и что это не видит. Потому что в этом родители получили доброе свидетельство. В вере мы понимаем, что мир были друзьями по-другому Богу, так что вещи, которые видны, не были сделаны по-другому, которые видны. 1, 2, 3. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. В ней свидетельствованы древние. В веру и познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимость. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенности в видимом. Уверенность в вещах, которые мы не можем увидеть. У вас есть свидетельство. Что такое свидетельство? Может быть, у вас был конфликт с вашим родителем. Может быть, у вас есть собака. И у вас есть собака. И у вас есть собака, которая, пока вас нет дома, забегает во двор к вашему соседу и напортит этот зон. Потом вы приходите домой в вечеринке, и ваш собака лежит, смирает на вас. И вы знаете, что это лучший собака. И потом ваш сосед очень зол, и говорит, что твоя собака сделала. А потом приходит ваш сосед и говорит, что твоя собака сделала. И вы посмотрите на твой собака и говорите, что это спокойный собака сделала что-то подобное. И вы говорите, что никогда в жизни мирный пёс не может ничего сделать плохого. Но потом один день ваш сосед приходит. И он говорит, что теперь я тебя поймал. У меня есть свидетельство. Я заснял на камеру, как твоя собака портит мой газон. Вот мое свидетельство. И он показывает вам видео. И теперь вы уже не можете сомневаться, может быть, он прав или нет. И есть уже улика. И если у вас есть вера, вы верите в то, что это действительно есть правда. Это на самом деле. Let's take a very simple example. Let's take a very simple example. Every one of us sometimes is sick. What does the Bible say about sickness? Now we have to find the proof. Very often believers say, okay, if somebody is sick, we can pray. And yes, for sure, that's right. But what is the substance of your prayer? What is the evidence that you are... How do you know that your prayer will work? Как вы можете узнать, что ваша молитва сработает? Who will give you... Who tells you, if you pray for a sick, that he will be healed? Кто может проверить, что тогда, когда вы молитесь за больного, он исцелится? I can bring you a lot of people, believers, that will tell you that prayer don't work. Я могу вам привести пример большого количества верующих, которые скажут, что вера, она не помогает. Молитва не помогает. Especially if it comes to healing. Особенно, когда речь идет о исцелении. And if it comes to divine provision. Или к божественному правительству. That the Lord wants us to prosper. Тогда, когда Бог хочет, чтобы мы процветали. A lot of people will tell you, no, it doesn't work. They are the same like you with your dog. No, my dog never will do this. Look at him, he's so nice. No, healing didn't work since Jesus went to heaven. Or maybe sometimes. But there was that man, and he was so nice, and he was praying all the time, and he got cancer and died. You need an evidence. Nobody will believe you just because you look good. Никто вам не поверит просто потому, что вы хорошо выглядите. Никто вам не поверит просто потому, что вы сказали. И, наконец, вы не поверите сами себе. И вы уже не будете уверены в том, что если вы молитесь за кого-то, он исцелится. And let me tell you a secret. And let me tell you a secret. The first person with cancer I prayed for died. I mean, this lady also died without my prayer. It was not my prayer that killed her. But she also wasn't healed. And that was the reason why I prayed. That's why I asked the Lord, Lord, how can that be? Most believers go, when things like that happen, and say, oh, it doesn't work. But have you ever started to read the Gospel of John? Have you ever started to read it? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. God and His Word are the same. So if you say the Word of God doesn't work, that means you say God doesn't work. So why should I believe in a God that doesn't work? I mean, that was my problem before all the time, that I didn't work the way I wanted to. I didn't function the way I wanted to. I didn't function the way I wanted to. I didn't function the way I wanted to. That's why I didn't need a God that doesn't work. And when I read St. John, the first chapter, the first three verses, and I understood that God and His Word is the same. And then also you can read in the first chapter, and the Word became flesh, the Word became a person, and His name is Jesus. So if you don't believe that Jesus is working right, why are you a Christian? Why are you a believer? So I started to take my Bible after that lady died. And I said, somewhere in this Bible are all the answers I need. And I will find out about that. I will never ever say that God didn't work. Because that is not the truth. God is always working or functioning. The problem is that we don't understand how He wants us to do the things. So when we pray for healing, we don't ask the Lord what is the foundation of healing. But when you start to read, for example, Isaiah 53. And there you can read that Jesus, when He went to the cross, that He took all our sicknesses. All our pain. So that we may have peace. You cannot have peace if you are in pain. And then you start to study all the scriptures about healing. And then you start to study all the scriptures about healing. And then you start to understand. And then you start to understand. And then you start to understand. It's like going to eat a pizza. If you want to go to a restaurant and eat a good pizza. If you want to go to a restaurant and eat a good pizza. First, you have to order the pizza. Then you have to pay. And then you can eat. And it's the same with healing. And it's the same with healing. And it's the same with healing. First, you have to order the healing. Or the healing. Then somebody has to pay for it. And then it's yours. But until you don't understand that Jesus paid it fully. И до того момента, как вы поймете, что Бог сполна заплатил за это, вы не можете получить исцеление и вы не можете дать людям исцеление. Библейские стихи, которые говорят об исцелении, это есть ваше доказательство. Многие христиане начинают читать Библию, и они очень взволнованы, и это чудесно. Но когда дело доходит до реальной жизни, они говорят, что было бы очень печально, если бы так произошло. Было бы замечательно, если бы это было правда. Но не так это происходит. Есть слово, которое Бог дает вам. Например, 1 Петра 2.24. К примеру, 1 Петра 2.22. Это же самое, как Исаиа 53.5. «Бы ранами Его мы исцелились». «Бы ранами Его мы исцелились». Это слово, которое Бог дал вам. Это наше доказательство. Вспомните соседа с собакой и видеокамерой. Если он к вам приходит и говорит, что у него есть видеодоказательство, того, как твоя собака испортила мне что-то во дворе. Но я не уверен, если это твоя собака, или твоя собака. Я не уверен, что твоя ли это собака. Я не уверен, если моя камера не работала правильно. Или я не уверен, что моя камера сработала. Вы тогда скажете, что это за доказательство в таком случае. И это другой пример того, как верующие люди поступают с Богом. Быть верующим или быть праведным означает серьезно относиться к Божьим условам. И когда Бог говорит вам, как поступать, вы действительно так и поступаете. Вы не думаете о том, что, вы не говорите Богу, Боже, как я могу сделать это, или что другие подумают об этом. Вы просто принимаете Слово. Если Бог мне сказал, я хочу, чтобы ты поехала в Португалию, я не задавал вопрос, кто за это заплатит. Или кто мне закажет номер или место, где я буду ночевать. Или что я буду есть. Или сколько мне заплатят за проповедь. Потому что Бог проговорил. И я это сделал, потому что Бог проговорил. И я к этому отнеслась очень серьезно. И это и есть основание успеха в исцелении. Я не могу никого исцелить самостоятельно. Но когда я позволяю силе Божьей изливаться через меня, тогда происходит исцеление. Потому что это происходит только потому, что это основано на Слове Божьем. И поэтому мы должны тратить время на изучение Слова Божьего. И быть в церкви каждое воскресенье. И если есть другой служение в течение недели, мы также должны опытить это. Потому что мы должны знать, что Бог говорит нам. И затем я узнал, что является ключевой сутью всего этого. И это понимание того, что праведный живет по вере. И что такое вера? Я думаю, когда мы начали говорить о вере, пациентах говорят, что я верю, я верю, я верю, я верю. Или иногда люди говорят, что я верю, но не уверен. Но я верю, но верю, я верю, я верю. Есть люди, которые говорят, вот я верю, но я не совсем уверен, но при этом все все равно верю, верю, верю. Но это не верить. Может быть, вы просто не понимаете, что это верить. Мы все знаем, что Новый Тестамент был не написан в нем, русском, английском. Вы знаете, что Новый Завет был написан не на английском, не на немецком, не на русском, он был написан на греческом. И по-гречески слово вера — это «пистис». Вам не надо это слово забывать. Но в греческом это слово есть три значения. Например, когда вы возьмете русское слово «нельзя», в немецком это два слова. Потому что одно слово означает, что что-то невозможное. И это в русском можно использовать слово «нельзя». А другое означает, что что-то запрещено, что-то не заделать. И это также нельзя. И для греческого слова «пистис» есть три отдельных значения. И первое — это вера — верить. И второе — это верность. И второе — это верность. Что означает, что вы находитесь в том месте, в котором вы должны быть. И вы делаете то, что вы должны делать. Вы не сдаетесь. Вы не сдаетесь. И третье — это слово «доверие». И «доверие» — это нечто, что исходит из отношений. Вы не будете доверять человеку, не зная его малое количество времени. Вы должны больше знать о человеке перед тем, как действительно доверять ему. Поэтому слово «доверять» имеет прямое отношение к отношениям. И мне очень нравится переводить слово «фейт» — английское слово, как «доверие» или «вера» — «доверие». Вам нужны отношения с Иисусом. И если вы читаете Иоанна, там написано, что Иисус есть Словом. И вам нужно отношение со Словом. Например, мы начали в нашей церкви все вместе читать Новый Завет. И каждый день мы читаем по главе. Сегодня это было Санкт-Джон 11. Сегодня это было Евангелие от Иоанна 11 глава. И каждый день — один капитал. И мы все делаем это вместе в церкви. Каждый в доме, но мы все вместе читаем. И каждое утро я делаю напоминание на Фейсбуке людям почитать долг. И это помогает людям. И кто-то мне ответил на Фейсбуке, что я никогда не читала этого главу, но я очень рада. Мы нужны отношения с Иисусом, с живым миром. И это ваша Библия. И это основание для вас видеть чудеса. И это основание для вас видеть чудеса. И это основание пребывать в Духе. И вы можете быть опьянены. И вы можете танцевать и смеяться в Духе. Но если это основано на Слове, и Слово есть основание. После того, как вы потанцевали и посмеялись. Вы идете и совершаете правила Иисуса. И я знаю, что всегда, все, 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 все. И на протяжении многих лет в моей духовной жизни у нас были очень харизматические люди в церкви. Но все эти моменты, касающиеся Святого Духа, они не относятся напрямую к веселью в церкви. Все, что мы можем сказать, что я так духовно. Я могу кричать громче, чем ты в Духе. И поэтому я более духовный, чем ты. Это не причина для того, чтобы вам говорить. Но это все о том, что мы должны делать, то, что Бог хочет, чтобы мы делали. И есть уже подготовленная работа, которую Бог хочет, чтобы мы делали. Но мы не можем ее делать, будучи человеками, мы должны ее делать через Его силу. Вот почему вам нужно глубокое основание в Слове. Может быть, когда вы идете в интернете, вы можете найти несколько видео, например, из нашей церкви. И я очень открыто говорю об этих вещах. Я очень открыто говорю об этих вещах. И вы видите, как люди в нашей церкви юнятся и танцуют, и вы такие, что же, что же. Но, вы знаете, мы даем людям основание основания в Слове. И я видела, как Святой Дух меняет себя людей. У нас была женщина в нашей церкви, и она пришла с разбитым сердцем. И она была настолько разрушена. Она сидела и выглядела очень грустно. Есть ли надежда для меня? Она была верующей в это. И тогда Святой Дух пошел. И тогда несколько служений подряд, после этого она все время сменилась. И тогда что-то начало изменяться. Знаете, наши служения обычно проходят два с половиной часа. И минимум час длится пробовать. И тогда мы министрим людям, и у нас есть время поклонения. И люди пребывают в этот момент в присутствии Бога. И тогда они начинают меняться. И шаг за шагом эта молодая женщина начала менять свою жизнь. Если бы вы сейчас ее встретили, она выглядит такой же веселой и счастливой, как и остальные. И у нас есть много людей, которые меняются в этом направлении. Но сперва вы должны положить основание в Слове. Так что праведный верой жив. Вы живете, доверяя Богу и Его Слову. И вопрос, насколько вы можете доверять Богу? Часто мы задаем вопрос наоборот, насколько Бог может меня доверять? Но поверьте мне, Бог вам очень доверяет. Он доверяет вам. Он отдал Иисуса задолго до того, как вы ее вообще узнали о нем. Он вам доверяет. Он всегда готов доверять вам. Он верит в вас, в то, что вы пройдете через это. Он отдал Иисуса, который заплатил за все, что вам когда-либо понадобилось. Каждое исцеление оплачено. Все, что вам нужно для ежедневной жизни, уже оплачено. Если вы читаете Слово Божье, и я не буду уже на этом сосредоточиваться, то вы узнаете, что Бог уже заплатил за все, что вам необходимо. Один вопрос остается, насколько вы доверяете Богу, если дело доходит до более сложных вопросов. Например, т.к. Например, т.к. 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 Т. ку. Тот Julian. Т.к. 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 Astoria, stabilized. И с одной стороны у вас есть слово блажнее, в котором написано, что ранами его исцелились. С другой стороны у вас есть заключение врача, что вы, возможно, через полгода умрете. Чему заключению вы поверите? Кто, кому вы доверитесь? Или вот еще другой пример из повседневной жизни. Семья собиралась вместе. Всегда по воскресеньям. И всегда, когда вы хотите пойти к семье, вы не можете пойти в церковь. Вам нужно выбрать. Что у меня в приоритете? Кому я больше доверяю? В семейной традиции, которая была всегда основной или Словом Божьем. And believe me, I love family. Поверьте мне, я люблю семью. Но если ваша семья не верующая, то иногда вам нужно будет принять решение. Кто в приоритете в моей жизни? И есть много других примеров, о которых я могу говорить. К примеру, мой в настоящий момент не верующий. Но он знает, что утром воскресенья он может нас встретить только в церкви, а не в каком-то другом месте. Мы предложили ему другие возможности встретиться с ним. И иногда это сложно. И иногда некоторые ваши друзья не понимают, почему вы убегаете в церковь. Но в конце концов, если это настоящий друг, он поймет, что вы ставите Бога на первое место. Праведный верный жив будет. Если вы верите в то, что вы праведен, что вы праведен, то это не выбор, а заповедь. Это заповедь, что праведный верует. Вы живете, доверяя Слову Божьему. И затем происходят различные гласы. И тогда становится очень легко. Вопросы исцеления на самом деле становятся очень простыми и сложными. Доверяя Слово Божьему. Не сдаваться тогда, когда вы не видите результата в тот же всею жизнь. Я видела несколько вариантов, как люди были исцелены. Некоторые из них были исцелены моментально. Я сейчас пример вам приведу. Несколько лет назад у нас была пожилая женщница. И у нас было служение вечером в среду. И эта женщина пришла. И я преподавала об исцелении. И она подошла ко мне. И то, что она мне сказала, прошу прощения, что я очень откровенна. Она была немного большая женщина. Она была полненькая. И она спросила мне. Вы видите, что я не могу носить брак? Вы знаете, я не могу носить глифчик. Я посмотрела на нее. Это не то, чего я ожидаю от людей. Вы понимаете? Это не то, чего я ожидаю от людей. Я не знала, куда мне посмотреть. И сказала ей, что нет, извините, я не знаю. И она сказала, что у меня на груди есть воспаление. Которое очень болит. И оно началось вчера. И обычно оно длится около четырех недель. И даже, когда я училась на хирург. И она была там. И она сказала, что теперь я пойду домой. Несмотря на то, что я проповедовала об исцелении, эта женщина стояла там и сказала, теперь я ухожу домой. И тогда я сказала, дорогая, давай я сначала помолюсь на тебя. Я сказала ей, можешь ли ты приложить руку к месту, которое тебе болит? Потому что вы знаете, что есть места на теле, в которых мы обычно стесняемся прикладывать руки. Если только это не ваша вторая половинка. Поэтому я подложила свою руку на ее руку и помолилась. И тогда я призвала исцеление. И эта женщина ушла. И две недели спустя, женщина, которая работает в нашей церкви, позвонила. И она сказала мне, что эта другая женщина, у которой была проблема, пришла к ней. И она сказала, что эта женщина, у которой была проблема, пришла к ней утром. И когда она открыла дверь, и другая женщина пришла. И тогда, после того, как она пришла, она поставила ее шерстью и хотела показать ей, что она была полностью здесь. И тогда эта женщина, когда она пришла, она хотела поднять кофту и показать, что это было исцельно место. И она сказала, что кожа абсолютно восстановилась. И нет больше боли. Оvernight. Она всю ночь не болела. И я сказала, что девушка из нашей церкви, благодаря Богу, она пришла к тебе и не поднимала. И она сказала этой женщине в нашей церкви, что, слава Богу, что она пришла к тебе и не поднимала. Вы видите, иногда Бог исцеляет в следующий момент. Но иногда вам нужно что-то сделать для этого. И мы были вот эти вечера исцеления. И была еще одна женщина в нашей церкви. И она была еще одна женщина в нашей церкви. И она была авария. на велосипеде. И у нее была сломана тазовая кость. Это было очень больно. И вы ничего не можете с этим делать. Вы можете только дождаться момента, когда произойдет исцеление. И вы не можете не стоять, не лежать, не сидеть и заболеть. И эта женщина пришла на вечер исцеления. И тогда я призвала ее. И так же были другие люди, которые хотели исцелиться. И Бог сказал мне, не возлагай на них руки сегодня. Это тот способ исцеления, который у меня есть для них. Каждый из них должен найти место из Писания и пребывать в нем в течение недели. И каждый день исповедовать это слово. И вы можете представить, что это не так легко сказать кому-то с болезнью, И он сделал что-то с болезнью. И потом положил его на его глазах. И потом он сказал, идите на определенный реке и выживайте себя. И вы помните историю о слепом человеке, когда Иисус помазал его глаза землей и сказал смыть грязь. Я имею ввиду, ну как слепой человек мог найти реку? Мы всегда думаем, что Иисус пришел и пау! Нам часто кажется, что Иисус приходил и без мгновения ока все были исцелены. Нет, Он сказал слепому человеку пойти и найти реку, которой он смоет, умоется и исцелен. Иисус исцелял разными способами. И эта женщина вернулась, и она вернулась в следующую среднюю. И я видела, что она до сих пор болезнью. И докторский сообщение было, что это будет за следующие 7-8 недель. Заключение врача было, что это продлится еще 7-8 недель. И тогда я спросила у этой женщины, вы сделали задание? И я сказала, если вы сделали то, что я просила, выходите вперед и я поморюсь. Я положила руки на нее. Она упала на пол. Иногда это происходит. Это Святой Дух. Я не знаю, как это происходит. Но через какое-то мгновение она не просто встала с места, она подпрыгнула. И она сказала, что нет боли. Все боли ушли. Все боли ушли. Она начала танцевать. И она начала танцевать. Я имею в виду, что была одна неделя боли. Но она была верной. И она доверяла Слову. И она доверяла Слову. Не только Слову в Библии, но также она доверяла тому, что я сказала как пастор. Часто люди говорят, что я доверяю Слову Божьему, но я не очень доверяю словам пастора. А что насчет того, что Бог говорит через вашего пастора? И эта женщина была абсолютно сильна. Неделя боли вместо восьми. Исцеление с Божьей позиции очень просто. Потому что оно сделано. Оно совершено. Оно совершено. Вопрос, готовы ли вы довериться Ему? И довериться означает проверить Его Слово и стоять на Его Слово. И держаться. И идти вперед. И не важно, что другие скажут. И не важно, что вы чувствуете. Не важно, что вы думаете. Не важно, что вы думаете. Вы держитесь за Слово Божье. И тогда вы видите результат. И вот что означает жить по вере. Жить по вере означает жить по Его Слово. Жить и доверять Ему. Я могу продолжать еще два часа. Я могу еще два часа говорить вам. Рассказывать свидетельства о исцелении. Или по Божественном проведении. Но я думаю, что это тоже будет хороший момент. Для вас вступить в эту веру. Но мне кажется, было бы лучше для вас довериться Ему. И доверять не означает просто сказать, хорошо, Бог, теперь я доверяю тебе. Доверять не означает просто сказать, хорошо, Бог, теперь я доверяю тебе. Доверие – это нечто, что должно расти. Вы читаете вашу Библию каждый день. Вы читаете вашу Библию каждый день. Вы всегда в церкви. Каждый раз в церкви, когда она открыта. И всякий раз, когда Бог говорит вам, вы делаете. И это всегда начинается с маленьких вещей. Например, пригласить вашего соседа на службу. Или засвидетельствовать людям, которые с вами работают. Это всегда начинается с маленьких вещей. Или дать вашу десятину. Не с того, чтобы отдать все, что у вас есть. А потом, на следующий день, вы звоните пастору и говорите, Пастор, мне нужны деньги, и я все отдал. Это глупо. Это глупо. Начинайте с маленького. И затем, позвольте это расти. Начинайте, если первый симптом от инфлюенсера приходит в твою носу. Если вы чувствуете первый сигнал от инфлюенсера или грипп. Да, грипп. Если вы чувствуете первые признаки простуды. И затем начинайте принимать исцеление говоря, я исцелен. Будьте свободны. Будьте свободны. Говорите себе, я исцелен. Не перед кем-то делайте это, начните всегда. И если у вас есть дети, начните молиться за ваших детей. И начните это делать тогда, когда они еще здоровы. Так, чтобы они продолжали быть сильными и здоровыми. И затем найдите места из Писаний, за которые вы можете держаться. И затем, когда вы уже преодолели этот насморк в своей жизни в отношении с Богом вы можете идти и размокать руки на других людей. Потому что часто так происходит, что люди хотят возложить руки на других, сами же не имея успешной жизни. Но если вы берете, например, 1 Петра 2, 24 и вы его берете и вы берете и вы берете слово Божье, и например, 1 Петра ранами его исцелились, и вы с этим словом каждый день вы преодолеваете и вы исцеляете сами себя. И вы тогда имеете доказательство того, что Слово Божье работает. И тогда вы знаете, и знаете, и знаете, и знаете о том, что хотя бы один раз оно сработало в вашей жизни. И затем вы можете поступить так, как Давид поступил. Когда он был бьет Голиафом он сказал «Я убил льва, я убил беда, теперь я убил его». Он сказал ему тогда «Я убил льва, я убил медведя, теперь и тебя». И вы можете сказать «Буй фейт, буй! 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 И еще еще раз и теперь он может идти против обморожения этой боли. Победили насморк или какую-то другую боль теперь с этим можно противостоять Рафа. Но вы не можете начинать со сложных вещей, потому что вы еще не подготовлены к вашим довериям. Аллилуйя, правильный верующий будет. Давайте все вместе. Давайте все вместе скажем, правильный верующий жив будет. Правильный верующий будет. Еще раз. Правильный верующий будет. Теперь повернитесь к своему соседу. И возьмите твои пасхиные пальцы. И скажите, что вы не хотите правильный верующий. Правильный верующий будет. Аллилуйя. И я думаю, что это хорошая основание. Это хорошая основание, что вы понимаете, что вы живете по вере. Но я также думаю, что это будет хорошо, если у вас есть исцеление. В момент, в котором вам нужно исцеление, я хочу вас призвать вперед и возложить свои руки на вас и помолиться. Но в секундочку задумайтесь, если вы уверены в том, что вы правите. И вы говорите, я живу по вере. И я верю. И я верю. Когда я выйду вперед. Когда я выйду вперед. Когда я получу молитву. Когда я получу молитву. Это тот момент, когда я получу исцеление. И вы должны понимать, что это не ялость. И когда я молюсь за людей, я не говорю, что смотрите на меня. Смотрите на Христ. И часто люди, которые уходят ко мне, чтобы я за них помолилась, они сами начинают молиться. Но вы не можете принять и отдать. Если вы хотите получить. Вы должны замолчать. И открыть сердце. И открыть глаза и посмотреть на Иисуса. Аллилуйя. Если вы хотите, чтобы я помолилась за вас, выйдите вперед. Иисус. Иисус. Особенно. Нарезаем. Нарезаем. Игоркок.